Всем привет, друзья, с вами Макс, и в этом видео мы рассмотрим, как создать автоматизацию в Apple Studio. Вообще, что такое автоматизация? Автоматизация или клип автоматизации — это что-то вроде сайдчейна. Однако изменять таким образом мы можем не только громкость, но и любые другие параметры, например, высоту тона звука. Или панорамирование. Ну или микс дисторшна. Автоматизации используют все профессиональные продюсеры электронной музыки, потому как это вносит разнообразие — живость, дыхание в трек — и заставляет слушателя ставить его на репит. Давайте рассмотрим, как автоматизировать различные параметры в нашем секвенсоре. Существует три способа сделать это. Первый. Если мы используем родные плагины. Например, синтезатор Flex. Я заготовил небольшую MIDI-партию. Давайте послушаем ее. И, на мой вкус, здесь не хватает живости, движения. Придать его можно автоматизации различных параметров. Например, как здесь — Fader Bell или Fader Warm. Давайте послушаем еще раз. Я буду изменять эти параметры. Субтитры создавал DimaTorzok Да, результат получается интересный. И чтобы эти параметры изменялись в автоматическом режиме, жмем на любую из ручек правой кнопкой мыши и выбираем Create Automation Clip. Отлично. Теперь можем изменить значение клипа автоматизации, минимальные и максимальные. Давайте еще раз послушаем и посмотрим, что происходит с нашим плагином. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Второй способ — это если используются какие-либо внешние VST-плагины. Например, ревербератор Raum. Допустим, мы хотим создать эффект приближения или отдаления звука. Более подробно об этом эффекте я расскажу в другом видео. Давайте изменим значение mix нашего ревербератора. Теперь нам нужно автоматизировать эффект, но при нажатии правой кнопки мыши с ним ничего не происходит. Что же делать? Выход очень прост. Для начала покрутим нашу ручку mix, а затем перейдем в Tools, Last Tweaked и Create Automation Clip. Отлично. Клип автоматизации создан. Давайте изменим немножко его. Посмотрим и послушаем, что происходит. Третий способ — наверное один из самых сложных, но иногда является единственным выходом, если стоит вопрос в создании клипа автоматизации. Давайте рассмотрим синтезатор Amager. Возможно, это недостатки версии синтезатора или же самого секвенсора, но способы, описанные ранее, не помогают создать автоматизацию на колесе модуляции. И единственное, что мы можем сделать, это следующее. Давайте послушаем заготовленный мной сэмпл. И если мы захотим связать наш Automation Clip с колесом модуляции, то сделать это получится только одним способом. Для начала узнаем, какой идентификатор имеет этот параметр. Покрутим его. И можем видеть в верхней части синта имя нашего параметра. CC1. Теперь нам нужно открыть наш браузер. Нажимаем Alt F8. Переходим в Current Project. Generators. И откроем наш синт. В моем случае это пример 3. Теперь нам нужно найти этот параметр CC1. Я дам подсказку. Он находится почти в самом низу. Вот он. Написано CC1 Modulation Well. Покрутим его, чтобы убедиться, что это действительно он. Да, мы нашли его. Теперь жмем правой кнопкой мыши. И создаем клип автоматизации. Изменим его немного. И давайте посмотрим, что происходит. Отлично. Мы только что изучили 3 способа создания клипа автоматизации. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Впереди еще много интересных видео. Пока. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока. Пока.